Всех приветствую на канале Антон Ситников. Сегодня у нас долгожданный обзор настройкой тест-мотора 65220 от FlipSky на 6 кВт со встроенным контроллером ESC. Поэтому заваривайте чаёху и погнали! Свершилось. После моего обзора на 65150 на 3 кВт я сказал, что неплохо бы было сделать такой же мотор, но на 6 кВт. Чтобы это был аналог 65161, но со встроенным контроллером. FlipSky услышали мою просьбу и сделали новый двигатель 65220 со встроенным контроллером на 6 кВт. Приступим к распаковке. Мотор выполнен в стандартном диаметре 65 мм, но из-за встроенного контроллера его длина составляет 220 мм. Технические характеристики. Напряжение питания от 24 до 84 В или от 6 до 20С. Максимальная мощность 6000 Вт. Долговременная мощность 3000 Вт. Долговременный ток 60 А при 50 В. Долговременный крутящий момент 6,3 Нм. Максимальный крутящий момент 9 Нм. Водонепроницаемость IP68. Вес 3,2 кг. Ну а теперь приступим к сборке и настройке. Для этого мотора я разработал свое крепление, напечатанное на 3D принтере. Для тех, кому нужна 3D модель, вы можете написать мне в соцсетях, и я пришлю вам ее за небольшую поддержку канала. Прикручиваем 3D модель к мотору, отрезаем плавник Donor Slide In и устанавливаем крепление. Для питания я буду использовать свою батарею на 48 В из прошлых видео. Для нормальной работы ваша батарея должна обеспечивать минимум 3000 Вт долговременной мощности. А для управления буду использовать пульт FlipSky VX3. Подключаем приемник пульта управления через PPM или UART в зависимости от комплектации вашего мотора. Если используется PPM, то для отображения заряда батареи необходимо дополнительно подключить синий провод на плюс батареи и выбрать количество ячеек в настройках пульта. Производим настройку мотора VESC Tool. Ни в коем случае не обновляйте прошивку VESC и не сбрасывайте настройки по умолчанию. Заходим в мастер настройки Setup Motor. Выбираем тип Generic и жмем Next. Здесь выбираем тип мотора Large Inrunner и жмем Next и Yes. Указываем тип вашей батареи, количество ячеек и емкость. У меня это литий-ион 13S и 30 Ампер-час. Жмем Next и ОК. В следующем окне ставим галочку Direct Drive. Вводим количество пылесов мотора, 6 и нажимаем Run Detection и ОК. Теперь мотор начнет издавать звуки и крутится. Для вашей безопасности обязательно убедитесь в отсутствии пропеллера. После завершения определения мы увидим окно с результатами. Для увеличения фазного токена заходим в General, Current, меняем значение Motor Current Max и жмем справа кнопку M со стрелкой вниз для сохранения настроек. Увеличение мощности приводит к выходу из номинальных режимов и может привести к выходу мотора из строя. Все, что вы делаете, на ваш страх и риск. Далее настраиваем пульт управления. У меня подключение по UART. Переходим в Setup Input, жмем Next. Выбираем NRF Controller, жмем Next и ОК. Выбираем Current Bidirectional, чтобы работал задний ход и жмем Write Configuration to VESC, Next и Finish. Ну и теперь у нас все готово и мы готовы к выходу на воду. Так, ребятушки, ну что ж, всем огромный привет. Сегодня у нас, наконец-то, долгожданный обзор. Это FlipSky 65220. Это мотор со встроенным контроллером на 6 кВт. Да, это отличное решение, это удобно. Вам не нужно думать, как охлаждать этот контроллер, заводить эти трубки. И почему-то многие люди боятся этих трубок. Я уже делал обзор на мотор со встроенным контроллером, но на 3 кВт. И в своем обзоре я сказал, что хотелось бы на 6 кВт. И FlipSky прислушались и сделали двигатель на 6 кВт. Это модель 65220 120KV. Винт у меня установлен тайский, СПС 6 дюймов. И вот такое крепление я задизайнил к нему на основе своего чертежа от FlipSky 65161. Также сегодня у нас будет батарея 48-13С на 30 Ач. В маленьком кейсе. Да, ребята, я не люблю эти огромные кейсы. Тот же самый Байкал 16-й. Меня просят все собрать, допустим, батарею на 50 Ач на призматиках. Но это очень большая батарея. Эта же батарея маленькая, компактная. И здесь все очень удобно. Вот она, всего лишь на 21700 батарейка. Вот такая маленькая. Кстати, я этот кейс пробовал погружать в воду, когда катался на аквабаке, прям в море. И заявленная защита IP67 выдерживает, и никаких протечек воды у нас не было. Поэтому приступаем к установке и выходим в море. Все мои подписчики уже знают, что у меня на моторе 70165 сломалась защелка слайд-ин, и я потерял мотор. И, кстати, в этом же самом месте. Я исправил эту проблему, и теперь я ставлю вот такую печатную защелку и фиксирую ее болтом с гайкой. Это очень надежно, и уже показал, я даже наваливал 8 кВт на 70165, и она выдержала. Поэтому здесь будем применять аналогичное решение. Ну и все по классике. Устанавливаем наш движок. Здесь у меня система крепления слайд-ин. Это самое распространенное крепление. Вот так вот мы его устанавливаем, и фирменной своей защелочкой я его фиксирую. Вот так фиксирую, и с другой стороны закручиваю. И начинаем устанавливать наш ящик. Сейчас я вот так вот опущу. Вот так вот. Вот. И буду устанавливать наш ящик. Сначала подключаем кабель силовой. Это LP28 50 А. Да, многие могут сказать, что этого мало, но его хватает, друзья. 50 А это номинальная мощность, максимально она больше. Если хотите подстраховаться, то лучше использовать 150 А разъемы. Ссылочки, кстати, есть на все комплектующие в описании под видео. А также не забывайте вступать в нашу группу в Телеграме. Там у нас очень ламповое, теплое сообщество, и все ссылки на все комплектующие, 3D-модельки, и все подряд, все можете найти там. И все в натяжечку. Вот так оставили. Ящик у нас никуда не денется. Ну вот и все. Установка у нас закончена. Вот так вот это все выглядит. Сейчас одеваю гидрокостюм и выходим на воду. Так, ну что ж, друзья. Выходим. Надеюсь, у меня Insa 360 не упадет. А то как-то очень опасно это выглядит. Вот так вот раз все у нас работает. Первый выезд. Не знаю, какая там мощность. Камера жесткая раскачивается, конечно. 46% газа. Сейчас дойдем на безопасное расстояние. И уже будем наваливать. Поворачиваем. 19%. Так, 20%. 80% газа. О! Кавитация пошла. 23%. 23%. 23%. 23%. 23%. 23%. Посмотрим, какой толстый ватт. 3700 ватт. 23%. 23%. 24%. 23%. 24%. Скорость 25%. 26%. Так, сейчас будем замерять скорость. 7%. 29%. 20%. 9%. 20%. 29%. Кавитация пошла. 23%. 3, 24, ну друзья, это 65-161 со встроенным контролем, абсолютно аналогично идёт. Только надавим немного. Сильно дупасит по волнам. А вот 19,4, 50% газа. 24, ну всё, уже волна эта начинает подвешиваться. Вот так. Снимаешь? Нормально. Снимаешь? 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 Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых видео. Снимаешь? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА